Басманы суд Москвы арестовал бывшего мэра Ялты Андрея Растенко по подозрению в превышении должностных полномочий. Судя по материалам уголовного дела, речь идет о передаче в муниципальную собственность земельного участка в 26 соток. По закону на дел можно было перевести лишь в собственность субъекта. Под стражу Растенко взяли в зале суда. До 21 июля бывший градоначальник будет находиться в одном из СИЗО Москвы. И вот как руководство Республики Крым отреагировал на задержание и арест господина Растенко. Я в деталях разобрался. В данном деле, однозначно, мотивация следователя возбуждающего уголовного дела, в части той, что Республике Крым нанесен ущерб, ложная, поскольку участок находился, по которому Растенко предъявляют обвинения в муниципальной собственности все два с половиной года. В 2017 году, в декабре, данный участок решением сессии был передан в республиканскую собственность. И в апреле месяце был оформлен собственностью за республики. Ущерба нет. Я сегодня в суд направил в данном случае бумагу в части того, что Республике Крым ущерб не нанесен. Данный участок зарегистрирован находится в собственности. Попыток его отчуждения за этот период не было. Это все равно, что вас спрашивают. Вы знаете, что ваш сосед ваш обокрал. Ну, пошли проверили, вы знаете, нет, не обокрал. Ну как, нет, вы не знаете, он вас обокрал. Мы его сейчас за это будем судить. Мы говорим, что не обокрал, то есть как бы уже выяснили, проговорили. Нет, он все равно будет сидеть. Значит, он себе имел и в мыслях вас обокрасть. Ну, я, честно, такого беспредела не видел никогда. Считаю, дело это политически мотивированным, заангажированным.